Здравствуйте! С каждым годом перечень электронных услуг растет. Как на работе кадастровой палаты отражается цифровизация и как к ней попасть на удочку мошенников. Об этом говорим и в нашей студии заместитель директора кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Лагунов. Эфир прямой, наш телефон 202-11-22. Задавайте свои вопросы, звоните, мы вас услышим. Ярослав, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Поводом для нашей сегодняшней встречи стали сообщения о том, что граждане на сайтах дистанционно заказывают выписки из реестра недвижимости, платят деньги, ждут информацию, но не получают ни денег, ни, собственно говоря, этой информации. Как так получается? Чего нужно опасаться? Что проверять, прежде чем начинать вот такое взаимодействие на сайтах с органами Росреестра? Да, к сожалению, в последнее время эта ситуация стала актуальной. Связано это с тем, что Единый государственный реестр недвижимости, ИГРН, это большой свод данных, систематизированных, достоверных, как в объектах недвижимости, так и о владельцах этой недвижимости, и очень востребованные. Если говорить в цифрах, то с начала этого года по территории нашего региона, Самарской области, было запрошено уже свыше 1 миллиона 400 тысяч, это большой объем, также часть сведений предоставляется на платное ословие заявительности в соответствии с тарифами. Все-таки такая услуга есть. Да, и, конечно, там, где есть деньги, есть и определенное мошенничество, есть желающие воспользоваться этим. Так родилось такое понятие, как перепродажа сведений и сайты-двойники. Смысл у них один, они создают подобные сайты нашему, даже в некоторых случаях используют ту же символику, но в наименовании допускают, скажем так, опечатку вместо одной, двух Е, одну Е, то есть немножко адрес меняется, но визуально заявитель может, гражданин может не увидеть эти различия, и получается попадает на фейковый сайт и начинает там работу с этим ресурсом. Опасность работы с этими ресурсами заключается в том, что в лучшем случае они вам перепродадут сведения, то есть по завышенной цене, причем в некоторых случаях до 10 раз. В худшем случае они вам предоставят недостоверные сведения, либо их не предоставят вовсе. Вот самый такой банальный пример – это заказ справки о кадастровой стоимости, выписки. Это бесплатная услуга, бесплатная выписка. Вы можете зайти на официальный сайт кадастровой палаты Росреестра, запросить ее самостоятельно, и почти очень быстро она придет к вам на электронную почту как ответ. На сайтах-двойниках она может стоить и 150 рублей, и 250 рублей. То есть вы переплачиваете и, возможно, получаете неактуальную информацию. Связано это с тем, что сайты-двойники, они в любом случае у нас тоже за плату получают сведения. И, опять-таки, они могут либо формировать уже свою базу на основе полученных сведений ранее, и выдавать вам уже готовые сведения, но они будут неактуальны, или запросить их заново. И вот здесь, конечно, нельзя попадаться на удочку этих ресурсов, поэтому очень внимательно нужно подходить к непосредственно открытию этих ресурсов. И вот мы рекомендуем, если вы даже через Яндекс открываете, правильно набираете, официальный сайт кадастровой палаты, и вам выдаст правильную ссылку. Либо воспользуйтесь ссылками, которые на вашем экране сейчас могут появиться. Да, появились уже. Я напомню, что у нас прямой эфир, телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Еще летом были такие ситуации, когда люди лишались квартир, и продавали просто их квартиры, имущество без их ведома, при помощи электронной подписи. Так вот, в чем опасность вот этого, такого маневра, что происходит? Да, к сожалению, два случая были зафиксированы в Москве и Московской области, было два объекта продано. Необходимо здесь, наверное, отметить, что здесь, скорее, не вина была Росреестра. С точки зрения Росреестра услуга была правильно оказана. Но здесь имело место быть, скажем так, либо фальсификация, или выдача электронной подписи ни иному лицу, ни владельцу, сертификат электронной подписи по поддельным документам. Наверное, правильно сначала дать определение электронной подписи, да? Электронная подпись – это некая информация, которая прикрепляется к другой информации и подтверждает факт, что заверение конкретным лицом данной информации. Электронная подпись выдается удостоверяющим центром. Удостоверяющий центр – это юридическое лицо, которое уполномочено и аккредитовано Минкомсвязью на соответствующую деятельность – выдачу электронных подписей. У нас в настоящий момент Российской Федерации в перечне аккредитованных около 500. Свою деятельность осуществляет около 400. То есть это большой объем юридических лиц. Ну и, к сожалению, выходит, что не все они корректно оказывают свою услугу. Если разбирать конкретно эти две ситуации, кстати, по одной уже состоялось решение суда в октябре, и владение было вернуто первоначально на владельцу. То есть, скажем так, все откатилось. Смысл был в том, что владельцу квартиры и тому лицу, кому он ее дарил, а там был договор дарения, были изготовлены электронные подписи, без их участия, без их ведома, то есть они об этом не знали. Далее был составлен договор дарения, заверен соответствующими электронными подписями и поданы документы в электронном виде. Соответственно, Росреестр, получив эти документы, проверив действительность электронных подписей, а они были действительные, провел сделку. И потом, чисто случайно, владелец квартиры, выяснил, получив неправильный расчет по ЖКХ, увидел, что там владелец другой. Ну, здесь нужно добавить, что государство очень оперативно отреагировало на эту ситуацию. Был внесен законопроект о внесении изменений в закон о государственной регистрации недвижимости. И первое изменение уже случилось в августе месяца. И произошел запрет на совершение сделок в электронном виде, если владелец квартиры заблаговременно не согласился на это. То есть не подал заявление в бумажном виде или по почте через МФЦ в органы регистрации. Говорит, я согласен, что моя недвижимость может быть отчуждена или передана в электронном виде. Вот если он этого не сделал, мы не проведем электронную сделку. Правда, здесь есть тоже такие удобные для граждан исключения. Если сделка была нотариальная, то мы проведем регистрацию. Если была сделка заверена электронной подписью, которая выдана нашим удостоверяющим центром кадастровой палаты, здесь мы тоже проведем. Ну, или в случае, если договор был, и документы поданы кредитной организацией. Ну, все мы сейчас знаем, ипотека, банк. Если они нам направили документы, мы здесь тоже проведем электронную регистрацию. Часто, когда граждане покупают квартиру, они пользуются помощниками при оформлении сделок для того, чтобы перепроверить, проверить чистоту вот этой квартиры, прописан там кто-то или что-то еще. А можно сделать это как-то самому, вот эту информацию, не платить за это при оформлении, да, при оформлении вот таких... Конечно, можно. Сделок заранее, перепроверить самому. И это нужно сделать. Причем это нужно сделать, как и одной стороне, когда вы продаете свою квартиру, вы должны убедиться, что на ней нет арестов, каких-то обременений, что вы являетесь владельцем в тех долях, которые вы, в соответствии с вашим договором о купле-продаже или иным документом. Возможно, вы какую-то делали перепланировку, но забыли ее узаконить. И здесь вы тоже можете увидеть разницу с тем планом, который есть в выписке, который вы получите, или с тем, что у вас есть по факту. И сверить характеристики, и площадные в том числе. И обязательно, конечно, это нужно сделать второй стороне, которая планирует приобретать. Даже в случае, когда человек только начинает подбирать себе недвижимость, наверное, будет не лишним каждый раз, когда он куда-то идет, сразу заказать выписку, оперативную получить, и идти уже с готовой выпиской, чтобы усмотреть, то ли на самом деле, что он показывает, соответствует, что есть в государственном реестре недвижимости. Очень важный момент. Можно такой же, скажем, жизненной ситуации, лайфхак к ней, это выписка о переходе прав. То есть, когда вы можете узнать всю историю перехода прав по объекту недвижимости. Ну, допустим, ситуация, когда права очень часто меняются на объект недвижимости, ну, тут, наверное, возникнет, может, вопрос, что-то не то, должно быть что-то не то, наверное, либо, может быть, какие-то есть обстоятельства, но каким-то маячком, чтобы задать вопрос, чтобы вникнуть в эту ситуацию, наверное, это может послужить. И здесь, конечно, нужно выпуску обязательно заказать. Я рекомендую всем людям, которые планируют приобретать недвижимость, либо, наоборот, ее продавать. Закажите выписку об основных характеристиках и правах, либо о переходе прав и уточните сведения об объекте недвижимости, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Это же касается земельных участков. Да, все не так сложно. Нужно только знать, что делать, и вот эту информацию, действительно. И не переплачивать деньги даже в этом случае. Есть ли желание приобрести недвижимость за пределами Самарской области? Ваш банк данных, как можно им воспользоваться? Или как вообще действовать? Нужно ехать в другой области? Еще недавно для того, чтобы совершить сделку с недвижимостью в другом субъекте, нам необходимо было ехать на территорию, где он размещен. Но в текущих реалиях, в текущей жизни уже, теперь можно обратиться и по месту проживания. То есть, если у вас объект недвижимости находится за пределами нашей области, вы можете обратиться на Ленинскую 25А, корпус 1, это межрайонный отдел филиала кадастровой палаты по Самарской области, и подать документы. Мы документы соответствующим образом обработаем и в электронном виде передадим уже в органы регистрации другого субъекта. И там будут проведены учетно-регистрационные действия. Все сроки остаются теми же самыми, все очень удобно. Но это только единственное место, это кадастровая палата на Ленинской. Я напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. И такой вопрос по личному кабинету, по аналогии с налоговой. Да. Очень много есть пользователей личных кабинетов сейчас, в последнее время. В кадастровой палате в Самарской области действует такая система. И как стать обладателем, пользователем личного кабинета? Что для этого нужно? Все верно. Кадастровая палата и Росреестр идут в ногу со временем. И в последнее время очень стало модным или удобным. И наличие личного кабинета, как у физического лица гражданина, либо это крупное юридическое лицо. Это такая некая точка входа, войдя в которую он может получить все необходимые сведения по тому или иному направлению. И Росреестр, продолжая развитие своих электронных сервисов, как раз пошел тоже по этому пути. Поэтому несколько лет назад у нас был запущен сервис личный кабинет правообладателя, где собираются все данные об объектах недвижимости гражданина, либо юридического лица. И, соответственно, там он их может просмотреть все основные их характеристики. А также воспользоваться всеми услугами, которые доступны в электронном виде. Нужно запросить выписку из личного кабинета, он может это сделать. Для того, чтобы получить доступ в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Росреестр. Но я думаю, с этим проблем... На портале госуслуг, извиняюсь. С этим проблем не должно быть, потому что в Самарской области почти более 70% уже получили туда доступ. Поэтому, если у вас есть активная учетная запись на портале услуг Госуслуг, вы можете спокойно зайти в личный кабинет Росреестра и осуществлять свою деятельность уже в нем без проблем. Очень удобно, и все дальнейшие сервисы мы также будем развивать, включая личного кабинета. И у нас есть еще несколько также направлений развития личного кабинета. Еще личный кабинет кадастрового инженера, тоже для профессиональных участников рынка, и личный кабинет органов власти. То есть в этом направлении мы развиваемся, и я надеюсь, что пользоваться этим сервисом очень удобно. Да, тем более, что не зря я сказала про налоговую, потому что даже можно рассчитать самому стоимость оплаты налогов, потому что она исходит из кадастровой стоимости. Как это сделать проще? Где найти эту информацию заранее? С точки зрения расчета налоговую я, наверное, здесь не подскажу. Это все-таки больше вопрос к налоговой службе. Но на самом деле рассчитывается на основе кадастровой стоимости, которая содержится в нашем реестре. И для того, чтобы уточнить кадастровую стоимость объекта недвижимости, вы можете запросить также выписку о кадастровой стоимости. Вы можете запросить на определенную дату, допустим, это будет 1 января 2019 года, чтобы рассчитать кадастровую стоимость за 2018 год и налог. Либо запросить выписку об основных характеристиках и правах, и вы получите актуальную кадастровую стоимость. То есть эти выписки кадастровой стоимости, она бесплатная, вы можете заказать, оперативно получить, и у вас будет актуальная кадастровая стоимость. И дальше вы уже сможете произвести расчеты соответствующие. Здесь вопросов у нас нет. Если говорить о новшествах, то появился новый проект Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений о недвижимости из госреестра на сайте. Как это отразится на жителях Самарской области, как коснется именно нас? На самом деле, да, кадастровая палата разработала этот ресурс. Это стало неким ответом именно сайтом двойников, потому что кадастровая палата сочла, что решение должно быть комплексное. Первое решение это было, соответственно, введение, скажем, наказания за перепродажу сведений. Был даже внесен законопроект такой, он находится сейчас на рассмотрении, будет передан на рассмотрение уже в правительство, для того, чтобы ввести ответственность за перепродажу сведений. Но мы понимаем, что, наверное, сервисы Росреестра, кадастровая палата были в какой-то момент не столь удобны, что появились иные сервисы, которыми стали пользоваться. Поэтому было принято решение о проведении некоего реинжиниринга собственных сервисов. Просто наша жизнь, она так очень быстро, динамично развивается, и если еще несколько лет назад нам предоставление сведений за 10 дней было нормальным, а потом за 3 дня, то сейчас все хотят получить все моментально. Вот в сию секунду пойти и получить. И, конечно, мы понимаем это, и поэтому был создан новый сервис. Есть определенный поэтапный план подключения субъектов к этому сервису кадастровой палаты. Уже 51 субъект подключен, Самарская область еще не подключена, но я думаю, что в ближайшее время мы будем подключены, и сведения предоставляются почти моментально. Весь процесс с учетом оплаты входа в личный кабинет занимает 8 минут, а формирование выписки около 7 секунд. То есть моментально вы получаете сведения, они заверяются электронной подписью, формируются сразу вам печатные представления. В общем, очень удобный сервис, мы его запустили в сентябре, за первые два месяца было уже порядка 13 тысяч выписок подготовленных. Основным преимуществом является, конечно, это быстрое проведение оплаты. Если на старых сервисах оплата происходит в течение суток, когда нам кредитная организация передает информацию о получении оплаты, то здесь сервис реализован так, что сведения об оплате мы получаем моментально. Формируем моментально и выдаем вам и отправим на почту тоже моментально. Здесь мы тоже проводим большую работу, чтобы нашими сервисами было пользоваться удобно. Напомню, телефон прямого эфира, 202 11 22, звоните, задавайте свои вопросы, тема актуальная. Вы сказали, что все так быстро делается, такая доступность, получается вот такое впечатление, что все очень, сведения очень доступны, не успеете заказать, вы все получите. И это определенные риски, наверное, что не только обыватели могут воспользоваться, но и такие злоумышленники. Как обеспасить себя от таких рисков и не стать жертвой, как вы рассказывали, в случае, когда и квартиру без твоего ведома могут просто продать? На самом деле, ситуация, которая вызвана была именно продажей вот этих двух квартир, тут больше вопросов к удостоверяющим центрам и, возможно, в какой-то части не сильно, скажем так, регламентирования их деятельности. Поэтому также был внесен законопроект о ужесточении требований к удостоверяющим центрам. Планируется увеличить их активный капитал значительно до миллиарда рублей, планируется их финансовой обеспеченность увеличить требования к ней и, соответственно, еще ряд закладывается в ужесточении для того, чтобы отсеять все мелкие удостоверяющие центры, которые в основном как раз и не выполняют требования, ориентировочно около 40% могут не выполнять свои требования, по нашим подсчетам. Я вас сейчас перепью вынужденно, потому что к нам уже второй раз дозвонился телезритель, давайте дадим его слово, а потом еще поговорим о рисках. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свой вопрос. Говорите. Меня зовут Вячеслав, вот я хочу задать вопрос такого плана. В Красноарлейском районе я оформил участок земли в 92-м году. В 94-м году получил свидетельство на право на собственность на землю, заплатил за это деньги, имею координаты границы участка. В этом году я узнал, что надо по новой платить и проводить переживание. Законно ли это? Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, конечно, необходимо посмотреть документы, какие у вас на руках. Но на самом деле, если все документы о проведении измерения вашего земельного участка были произведены корректно, то я думаю, у вас не должно возникнуть проблем об уточнении земельного участка. Но, опять-таки, повторюсь, для того, чтобы конкретно вашу ситуацию рассмотреть, конечно, хотелось бы посмотреть документы. Если это возможно, мы могли бы вас пригласить на личный прием и в рамках личного приема посмотреть ваши документы и сказать, как вам правильно действовать. Возможна ситуация, что те измерения, которые проводились, уже с учетом текущей данности не являются корректными, у них точность недопустимая. Поэтому, возможно, придется вызвать в катастрофу инженера провести измерения. Но, еще раз повторюсь, нужно посмотреть документы. Если вы оставите свой контактный номер, мы потом с вами свяжемся и запланируем личный прием. Я ответил на наш вопрос? Да, уже Вячеслав отключился. Ну-ка, надеюсь, что... Да, и еще звонок поступил к нам. Давайте послушаем следующий. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Моя фамилия Шишкина. Очень приятно. Я неоднократно уже обращалась, когда строил палату. Вот по такому вопросу. В 92-м году нам с сыном предоставили в Оржском районе земельный участок собственность. Мы его не ставили, не регистрировали в рек-палате, ну, по семейным обстоятельствам. А вот в 98-м году мы их решили, в 18-м году, уточнили границу. И выяснилось, что кадастровая палата почему-то объединила наши земельные участки в долевую собственность и поставила на кадастровый учет. Хотя у нас разные свидетельства о недолевой собственности. Мы написали вам заявление о том, что техническая ошибка, исправьте, пожалуйста. Вы нам дали ответ в сентябре, в конце. Что да, действительно, техническая ошибка. Но до настоящего времени вы не снимаетесь, когда отручивает этот земельный участок. И мы не можем уточнить границы по этой причине. Что делать нам дальше? Спасибо. Здесь, конечно, тоже хотелось бы видеть документы. Могу лишь сказать, что если земельные участки ставились в заявительном порядке, просто так мы их, конечно, снять с учета не можем. Если место иметь техническая ошибка, либо реестровая ошибка, в некоторых случаях мы запрашиваем данные из органов власти, уточняющие, чтобы понять, как была ситуация. Возможно, в ответе, который мы вам предоставили, была сноска о том, что мы запросили какие-то данные, и как только нам получат ответ, мы продолжим рассмотрение вашего вопроса. В любом случае, если у вас вопрос еще остался, вы либо можете нам еще раз подать обращение, либо вот сейчас сообщить его номер, мы тогда его еще раз рассмотрим. Так что здесь я, конечно, вам сейчас не смогу, не видя фактуры, дать какую-то правильную рекомендацию. Точнее, дать-то я могу, но будет ли она корректной, и, конечно, не хотелось бы вас как-то ввести в заблуждение. Поэтому, если есть возможность, оставьте реквизит, и мы еще раз посмотрим. Кадастровая палата имеет отношение к кадастровым инженерам? Как вычислить того профессионала, услугами которого можно и нужно воспользоваться, потому что какие-то проблемы все-таки происходят? Да, выбор кадастрового инженера, это всегда была насущной проблемой, как выбрать того, у кого меньше приостановок, либо он более достоверно делает, чище работу, у кого оно быстро заявление проходит, у кого в приостановке уходит. На сайте Росреестра есть рейтинг, что-то вроде рейтинга кадастровых инженеров, где видно, сколько у него было отказов, сколько положительных решений, и там можно выбрать, наверное, кадастрового инженера, который вам больше всего подходит. Ну и, наверное, какое-то сарафанное радио тоже присутствует, всегда вам может кто-то посоветовать. Но можно и воспользоваться именно статистикой, вот такой голой, которая присутствует и размещена на официальном сайте Росреестра. Вот здесь можно вот такую рекомендацию дать. Ну продолжим, закончим тему с рисками цифровизации, так называемой. Что еще вот иметь в виду, чтобы не стать жертвой мошенников в этом отношении? Вы сказали про маленькие организации, мы на этом закончили. Ну, я бы хотел еще такую сказать, что необходимо все-таки проводить некую самоорганизацию в части информационной безопасности, гигиену, да, некую. Не передавайте свои персональные данные лишним, посторонним людям. Возможно, даже когда копируете какие-то документы, кому-то их отдаете, проставляете отметку, что когда вы сделали эту копию, для каких целей, в какую организацию, чтобы даже если вдруг где-то ваши документы использовались, можно было понять, откуда они пришли. Ну и, конечно, берегите свои персональные данные и лишний раз их не передавайте. Потому что вот нечистыми на руку специалистами некоторых учреждений это может быть использовано, да. Еще один звонок к нам поступил. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свой вопрос. Да, здравствуйте. Меня зовут Ольга Ивановна. Я вот услышала сейчас про экстерриториальные услуги. Хотела уточнить, а там вот у вас живая очередь? Или как-то можно заранее записаться? Ну, чтобы не отпрашиваться с работы надолго. Угу. Ольга Ивановна, очень хороший вопрос. Сейчас я на него отвечу. На самом деле экстерриториальные приемы у нас осуществлялись, как и было ранее сказано, на площадке Ленинской 25А. Можно записаться предварительно на прием на эту площадку. Для этого можно как раз воспользоваться личным кабинетом правообладателя. Все данные там уже присутствуют в вашей учетной записи, портал услуг. Вы просто выбираете удобное для вас свободное время и записываетесь непосредственно на прием в кадастровую палату. Приходите к конкретному времени и вас принимают. Это первый вариант. Второй вариант – вы можете прийти вживую. В наших социальных группах размещен график загруженности данной приемной. Вы можете посмотреть, когда самые свободные часы и выбрать тоже время для посещения спланировать. Ну вот, наверное, два таких основных момента и рекомендации. Предварительная запись очень интересная, очень удобная, и ей очень многие пользуются. Можно через сайт, через личный кабинет правообладателя записаться на прием в кадастровую палату по экстрадиентуальному приему. Еще один звонок. Добрый вечер. Говорите, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Олег. Здравствуйте, Олег. Задавайте свой вопрос. Я через МФССК заказал выписку и попросил, чтобы мне ее на электронную почту прислали. Сегодня получил какой-то непонятный план и какие-то непонятные значки, а самой выписки в письме нет. Что делать? Здравствуйте, Олег. Очень насущный вопрос на самом деле. Так, скажем, утверждено, что выписка в электронном виде, когда вы заказываете получение, она приходит в виде определенного набора файлов. Это поэтажный план, если мы говорим про объект недвижимости, про квартиру. И определенную структуру XML-файла, технический, скажем так, документ. Это сделано для того, чтобы облегчить файл, потому что в первые, когда мы только начали развивать электронные услуги, мы поняли, что наши выписки большие, и они иногда до заявителей не доходят. И было принято решение перевести это в технический формат, который на стороне уже заявителя может быть переведен в человекочитаемое, ну, печатное представление. Для того, чтобы вам получить печатное представление, вы можете воспользоваться либо инструкцией, которая есть в сопровождающем письме, либо воспользоваться инструкцией, мы ее разместили в наших тоже социальных сетях. Там очень простый набор действий, и с помощью этих действий вы переводите вот эту абрукадабру, можно сказать, в нормальный печатный вид и просматриваете. Кстати говоря, в новом сервисе Росреестра, кадастровой палаты по предоставлению сведений, мы, конечно, уже отошли немножко, и мы вам уже сразу печатное представление тоже направляем. XML-файл и печатное представление. Поэтому, хоть и на территории Самарской области он еще недоступен, но если у вас есть объект недвижимости за пределами, вы можете уже заказать через новый сервис выписку об объекте недвижимости в удобном виде. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, форматы меняются раньше на дисках, вот сейчас вспоминаю, какую-то информацию давали, нужно было ходить, куда-то все это относить и так далее. Вы как-то называли всю эту структуру кадастровой недвижимости крепостью, потому что очень сложно было получить что-то, добиться чего-то, сроки большие. Сегодня какой идет процесс, к чему вы стремитесь, как его обозначить в взаимоотношении с пользователями? Наша задача сейчас создать цифровую неприступную крепость с точки защиты данных заявителей, базу данных реестра недвижимости, но ту, из которой гражданам можно легко получить сведения общедоступные. В любой момент, из любой точки, 24 на 7, получить они сведения, самое главное, чтобы они были достоверные, чтобы не было, конечно, избавиться от сайтов двойников, избавиться от тех коллизий, которые произошли с передачей имущества без права. Мы работаем в этом направлении, мы как раз меняем нашу структуру базы данных, ее совершенствуем. Этот процесс, к сожалению, он непрерывный, его нельзя останавливать, потому что как только ты останавливаешься, ты сразу отстаешь от потребностей. Как и рынка, как и информационной безопасности, поэтому мы сейчас работаем в этом направлении, делаем определенные успехи, и я надеюсь, что как раз цифровую крепость именно с точки зрения защиты данных, но простоты получения мы все-таки придем в случае правильного запроса сведений. И в плане сотрудничества с МФЦ многие оценивают преимущества этой структуры. Ваши, может быть, какие-то наблюдения, как у вас все складывается? Чем выгодно запрашивать вот эти выписки, справки, сотрудничать с МФЦ? На самом деле, МФЦ стала очень большим помощником для органов власти, разгрузив их и позволив сконцентрироваться непосредственно на самих административных процедурах. И если еще несколько лет назад МФЦ в основном предоставляла услуги Росреестра, это было почти 80%, то сейчас мы видим, что в МФЦ заходит все больше и больше иных структур, иных учреждений. Это и миграционные службы, и МВД, и пенсионный фонд, и расширяется. У нас больше времени основывается на саму процедуру кадастроучета, регистрации прав, и мы ее проводим более детально, более тщательно, ну и, соответственно, без всяких ошибок. МФЦ нам здесь, конечно, помогает. Мы работаем каждый день, рука об руку, передавая документы, межрежностные взаимодействия. Поэтому совместно, я надеюсь, что предоставление услуг Росреестра становится качественным и доступным. И самые короткие сроки, за которые можно получить информацию, выписки и так далее, это какие сегодня? По государственным нормативам, конечно. Ну, как я сказал, в электронном виде самые сокращенные сроки получения сведений, как я сказал, можно за 8 минут получить эти выпуски, даже быстрее. Либо, если через старые сервисы с сайта Росреестра можно получить за один день, через МФЦ это будет чуть-чуть дольше, это будет 5 дней, потому что закладывается определенное время на передачу сведений между нами. Можно еще воспользоваться выездным приемом кадастровой палаты. Это еще одна услуга. Мы к вам выйдем с нашим оборудованием, примем у вас запрос, отработаем, и уже на ваш выбор мы можем либо выписку получить, можете, в наших окнах на Ленинской, либо мы вам ее курьерской доставкой можем доставить. Но это уже платная услуга, небольшое дополнение. Да, согласен с тарифом, но у нее тоже будут сроки короче, чем в МФЦ. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин